Продолжение следует... Хотя, как сказали, регистрации было очень много. Но, наверное, все чувствуют немножко то, что происходит. Если слышно, поставьте, пожалуйста, в чат плюсы, что я не просто так говорю. Ага, так, Ага, Ирина Александр, кто-то без имени. Я сразу попрошу прощения, потому что вот у меня сегодня форс-мажорное обстоятельство. Да, вот слышите, кто-то тут говорит рядом «мама», это мой сын. Обычно, в общем, мне всегда помогают с тем, что во время вебинара он находится с кем-то из моей семьи. Обычно с моей мамой. Но сегодня маму, в общем, забрали в больницу, поэтому оставить некому. Все остальные тоже в разъездах. Вот, поэтому, в общем, у меня сегодня помощник на вебинаре. И сегодня вебинар у нас немножечко будет по-другому происходить, чем прошлые два вебинара. Вот, я надеюсь, что еще подключится. Народа у нас будет побольше. Но давайте начнем тогда. Уже не будем ждать больше. У нас с вами час времени. Наш промо-вебинар – это промо-вебинар к циклу «Коуч-танцев. Протанцуй свои желания». И для начала я представлюсь. Меня зовут Ирина Валькович. Мне 31 год. Совсем скоро, в воскресенье, мне будет 32. Я из города Таллинн, из Эстонии. Я являюсь коучем, а также я консультант предназначения. И с 2010 года я являюсь ведущей спонтанных танцев, но делала это, скажем, вживую в группах. А с 2012 года я практикую спонтанные танцы, скажем, в таком онлайн-режиме через интернет. И делала сначала индивидуально это для своих коуч-клиентов, под их запрос составляла, в общем, им танец. А потом уже решила попробовать и на группу. Поэтому, в общем, групповая работа уже была, и не один раз, и вот здесь, на этом сайте тоже. Поэтому я надеюсь, что и вы попробуете такой вид телесно-ориентированной практики. То есть это такая моя разработка, соединение двух методик достижения желаемого. То есть одна, как коучинг, через логику, через мышление, через анализ, через слова. А другая, как танец, танец души, спонтанный танец, это телесно-ориентированная практика, позволяющая через тело и музыку, через соединение тела и музыки, проводить свои запросы, свои желания так, через свое тело, чтобы они реализовались. И давайте тогда познакомимся с вами. Я вот вижу, что Александр уже написал, что он из Риги. Замечательно. Добрый вечер, Александр. Если можно, пару слов. Пока не опрос, пока только представление вас, как участников. Откуда вы, ваш возраст, может быть, сфера деятельности и почему здесь. Те, кто без имен вошли, тоже напишите, как вас зовут, чтобы мне было легче к вам, может быть, обращаться. Напишите, пожалуйста, в чате город, откуда вы, возраст, сферу деятельности. И почему здесь. И если, значит, у меня еще к вам такой вопрос. Был ли кто-то из тех, кто сегодня присутствует уже на промо-вебинаре вот 21 или 25 марта? Вот, жду ваших ответов. Ага, Елена Рязань, коуч, интересное название вебинаров. Да, спасибо, Елена. В 21 марта 80% участников были коучей. Ну, я так понимаю, что было интересно, что это за методика такая, коуч-тайнки. Вот 80% там, да, были коучей, которые пришли познакомиться с такой методикой. Поэтому, Елена, да, вы не первая. Кто еще напишет о себе? Пожалуйста, мне хочется с вами тоже познакомиться. Ага, вот и Инна тоже пришла, Екатерин был тренер по телески. Интересна ваша методика. Хорошо. Так, Маргарита. Ага, Москва, хочу сбалансированность эмоциональной. Думаю, в танце можно отладить. Можно, можно. Особенно, если протанцовывать, да. То есть, особенно четко сформулировав, для чего это надо и почему это нужно, да. Почему важно в данный момент такая сбалансированность. Вот, подойдем к запросу, тогда сможете поработать с более конкретным запросом, с более конкретным его проведением. Так, я так понимаю, что никто не был 21 или 25 марта. То есть, все, кто сегодня присутствуют, все как бы новички. Ага, Александр тоже проводит спонтанный танец и динамические медитации. Отлично, значит, мы знакомы. Кто еще готов поделиться и написать о себе, я еще пока жду. Я не продолжаю. Я жду, что вы напишите пару слов. Так. Ну, давайте, я подожду еще минутку. Надеюсь, что кто-то еще пишет. Если не будет, ну, не написано, то, ну, в общем, пойдем дальше. И пока, если одни пишут, те, кто уже отписался и познакомился, представился, напишите, пожалуйста, ну, я так представляю, что вы знакомы с понятиями, но все-таки опрос, знакомы ли вам понятия коучинг и спонтанные танцы, да? Цифра 1, если да, знаете оба понятия, ну, как бы сталкивались, участвовали, да? Проводите. 2, знаю только коучинг. 3, знаю только о спонтанных танцах. И 4, не знаю ничего. Поставьте, пожалуйста, те цифры, которые, в общем, соответствуют вашему варианту ответов. Так, Инна, Александр, и кто-то без имени 1, и Маргарита 2, чуть-чуть, чуть-чуть знакома с коучингом. Понятно. Хорошо. Так, все остальные, Аля, Лия, кто-то тут у нас еще есть. Так, у нас 13, если нас, ну, 11, да, брать, если нас с Ириной не брать. Спят, понятно, ну, бывает, да. Это бывает. Хорошо, пойдем дальше. Ну, все, наверное, чувствуют, потому что, как мне сказали, там, больше 200 регистраций было на сегодняшний промо, да? И как бы вот нас сколько, я думаю, что все чувствуют мое состояние, и как бы то, что вот такие вот у меня обстоятельства стоящие рядом. Да, двухлетние. Да, да, да. Матюш, не мешай, пожалуйста. Тема вебинара. Вы узнаете о самой методике коуч танца. О том, как прочувствовать музыку телом. Мы сегодня это попробуем. И поработаем с запросом, который вы бы хотели протанцевать. Хорошо? Тогда идем дальше. Я надеюсь, что вы будете достаточно активны, чтобы, ну, я не работала, скажем, в одном направлении, а чтобы была обратная связь. Я могла бы как-то вам помочь с теми же самыми запросами для танца, более конкретно, в общем, через коучинг проработать. Я думаю, что многие знакомы с понятием, что такое коучинг. Это вообще методика, которая была разработана в 80-е годы, 20-го века. Она достаточно молодая в сравнении со многими другими методиками работы с целями, с ценностями, с достижениями, с результативностью. И мне очень нравится выражение о том, что коуч перевозит клиента на другой уровень жизни. Мне очень нравится, что коучинг – это не давление, это не учеба, это не наставничество. Коучинг – это партнерство равноправное, взаимовыгодное, на позиции «выиграл-выиграл». Когда порой коуч даже больше радуется достижению цели и победе своего клиента, чем сам клиент, я пропагандирую процессы достижения цели, чтобы это было уже в кайф. Вот типа применение телесно-ориентированной практики, как то имеется спонтанный танец, в процессе достижения, вот протанцевать мое желание, мою реализацию, провизуализировать ее через танец, через музыку определенную. Вот это очень хорошо работает. Я вот уже со сколькими своими клиентами это проводила, это замечательно работает. И вот что такое коучинг – это вот последнее здесь выражение – коачивмент, да, совместное достижение. Вот когда мы вместе приходим, когда ты не один, клиент не один в пути, да, у него есть всегда партнер, на кого можно опереться, кто светит фонариком впереди, да, даже если это чаще, темный лес. Всегда есть на кого опереться, может быть, кому-то пожаловать, может быть, кто даст волшебного пендаля, да, это всегда коуч. В чем преимущество коучинга перед менторством, перед консультированием, перед психологией, там, или, не знаю, психоаналитикой и другими какими-то методиками, именно разговорными, тренингами? Это все внимание на человека, нет никаких оценок, суждений, советов, анализов, выводов, эмоциональной какой-то реакции, да, и там, нет, не сможешь, нет, этого ни за что, да, потому что только интерес, только внимание и активное слушание клиента, да, только направление, фокус на его цели, на его желание, на том, чего он действительно хочет и как он этого будет добиваться, стопроцентная поддержка «Мир против тебя, я рядом», вот вопрос экологичности цели, это, конечно, тоже, это тема отдельного вебинара, но, в принципе, это стопроцентная поддержка от коуча. Если на стопроцентно коуч не поддерживает, значит, это не его клиент, значит, и не надо работать. Вот мне нравится вот эта картинка, это вот про коучинг, я уже с ним живу с 2008 года, и это мой стиль жизни, стиль общения, стиль отношений, коучинг, да, это совершенно другое понимание мира, понимание себя, из чего я на самом деле хочу и для чего я здесь, ну, и как консультант предназначения тоже, в этом смысле я живу немножко по-другому и как-то помогая другим людям тоже понимать, осознанность и важность каждого дня, да, обезьянки, вот, сын показывает на обезьянок, что они живут в кайф, да, и что коучинг – это о том, что жизнь лучше, чем мы о ней думаем. Так, давайте сейчас тогда попробуем, я надеюсь, ну, вот сколько нас, пожалуйста, те, кто активны и те, кто слушает меня, и те, кто готов сейчас поработать немножко, почувствовать музыку телом, чтобы вообще определить, ну, насколько вы входите в этот режим спонтанного танца, насколько для вас это близко, насколько это ваша техника, и вы готовы через эту методику себя свои желания, свои запросы реализовывать, да, отметьте, пожалуйста, мне плюсом, что, да, я готов, я сейчас буду вот то, что просят, тем заниматься, то делай, да, я для этого и пришел, я готов, в общем, попробовать все, что сейчас будет происходить. Маргарита, Инна, кто-то без имени, так, трое, кто еще? Кто еще готов тоже сейчас работать активно? Ага, Елена, вот, да, Елена, Инна, Маргарита, Марина, да, правильно я помню, да? Так, ну, четверо есть, Александр, вы как с нами? Аля, Лия, а вы? Тогда я вас прошу сейчас встать посередине комнаты, ну, так, чтобы вам было комфортно, свободно, я надеюсь, что вы в свободной одежде, и никто в этой комнате больше не находится, где находитесь вы в том помещении. Сейчас я буду включать музыку, да, я буду ее включать не до конца, но изначально, да, вот, а попробуйте, Александр, не просто слушайте, а попробуйте делать то, что я сейчас предлагаю. И когда начнет звучать музыка, закройте глаза и попробуйте двигаться, попробуйте ощущать, да, попробуйте провести музыкальный ряд не через голову, а через себя, через тело, через душу. Возможно, у вас будут какие-то ощущения на физическом уровне, озноб, тепло, не знаю, холод, дрожь, на эмоциональном уровне, можно босиком, можно в том, чем вы есть, в носках, в обуви, это не важно. Может быть, это будет на эмоциональном уровне смеяться, наоборот, там, плакать, улыбка, или, наоборот, какой-то, может быть, тремор, еще что-нибудь, да, возможно, это будут какие-то картинки, визуализации, да, вот все, что вы сейчас, ассоциации, какие-то цвет может какой-то пойти, это будет тоже очень хорошо. Кто знает, например, чакрами, пишут что-то, давайте чакрами. Вот сейчас, просто пока звучит мелодия, просто попробуйте, закрыв глаза, вот ее через свое тело провести. Итак, я включаю музыку, сейчас я погромче сделаю, и, пожалуйста, танцуем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 написали что неактивные ссылки на на этот вебинар и что техническая поддержка не отвечает ссылочка на коуч танец неактивно техподдержка не отвечает мои клиенты кто хотел прийти в общем не могут войти сейчас я попробую ей дать ссылку которую вы мне прислали а вас я прошу написать о своих ощущениях так ну вот отправила посмотрим сейчас еще но вот тут кто мне написали я уже не знаю как у остальных а так размеренность гармоничность у александра маргарите захотелось лечь гармония свобода ночной костер марина чопорность скука романтичность как это связано думать в танце не надо это точно сейчас вот когда мы перейдем к тому что танец дает думать да здесь логики не должно быть здесь мысли в принципе ну там пятому к шестому танцу вообще мысли отключаются да танцует только душа и никаких мыслей как это связано желаниями там связано ли это желаниями да с какими именно а вот сейчас есть когда сейчас можем можем думать вот с какой сферой какой сфере относится эта музыка да с какими желаниями может быть связано с какими с каким направлениями с какой сферой жизни вот напишите у кого какие ассоциации вот как в чем эта музыка может отношения так марина отношения хорошо что другие думают я так понимаю что отношения между мужчиной и женщиной марина имел ввиду или вообще межлично сны понятно у кого какие мысли еще целостность то есть проработка целостно поняла хорошо но вот интересно так и на отношении гармония с миром ну вообще да эта музыка очень такая скажем так высокого полета да она очень высоко находится она ставится обычно ближе к концу и она на работает на более высокие уровни цикле расскажу про уровни так а у маргариты скорее отношения с родными вот видите у каждого свое откликание и каждый бы в этой музыке если бы она стояла в музыкальном ряде потому что обычно спонтанный танец идет 30-40 минут минимум да идет целый музыкальный ряд подряд композиции которые выстраиваются от нижних уровней к высшим уровням и вот эта композиция обязательно стояла бы если музыкальном ряду то она бы работала на те особенно на наши какие-то высшие духовные высокие цели наше предназначение в том числе вот но у кого резонируют отношения и вообще отношения с родными но здесь тоже это может быть и давайте попробуем еще мелодию я тоже сейчас попрошу вас в общем встаньте попытайтесь закрыть глаза и чтобы вам было свободно и комфортно сейчас я включу еще мелодию а 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 и а а Парапа-парапа Парапа-парапа Вот что она вам сейчас, вот как вы на нее отреагировали телом, внутренним состоянием, ощущениями, вот что внутри заиграло, что как почувствовали, какие может быть движения были, да, что захотелось сделать, да, как подвигаться. Так, у Александра невинность, радостность, так, у Марина веселье, радость, легкомысленность, драйв. Так, Маргарита, суматоха, все бегают, все кружатся, много-много мелочей, подготовка к корпоративу. Ага, правая рука заныла, да, так, добротный, наверное, да, танец получился, много движений. Хорошо, у Елены веселье, задор. Какой цели, к какому, какой запрос могла бы подходить эта мелодия, да, что протанцевать можно, да, что вот, для чего она, да, что бы она дала, вот какая цель, с каким запросом, с каким желанием мог бы быть человек, который вот попросил бы, да, какой у него должен быть запрос, чтобы поставить эту мелодию, вот вам как кажется. Найти свои детские, ага, стать более импульсивными, менее аналитичным, да, хорошо, спасибо, Мальда, излечиться от депрессии, хорошо, принимается, Маргарита. Так, у кого еще какие предположения? Кто еще, что думает, у кого еще есть исправить настроение? Так, хорошо, ну, кто еще напишет, что вот, как ассоциативный ряд? Хотите еще мелодию или пойдем дальше? Еще, еще, дать волю своему внутреннему, да, хорошо, какое-то общее сделать, сделать легко, да, хорошо, давайте еще мелодию, я надеюсь, что вам мой ребенок не мешает, потому что он вроде и двигается, и потом начинает что-нибудь говорить. Хорошо, сейчас. Спасибо. 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 Аплодисменты. Звучит музыка. Звучит музыка. Ага, «Тысяча и одна ночь». Что делали, Александр? Вот момент звучания музыки. Вы как себя вели? Что вы делали? Что чувствовали? Как у других? Какие ощущения? Флирт. Да, хорошо. Маргарита. Искушение, любовь, страсть. Вспышки огня. Отреагировал живот. Живот в какой части? Отреагировал сверху, снизу. Где? Хотя скрутится, как змея. Сидел, но внутрь не танцевал. Что, Александр, у вас это звалось, как у ведущего спонтанных танцев? В каком месте? Вот что вы почувствовали где? Так, у Маргариты сверху, да? Маргарит, в какой сфере работаете? Если работаете, чем занимаетесь поживее? HR в смысле? Понятно, что вы написали русскими буквами. Ага, понятно. Хорошо. Ну вот, хорошо получается контактировать и с мужчинами, и с женщинами? Так, между второй и третий. Хорошо, Александр, да-да-да. Так, как у остальных? Лена, Инна, что у вас? Получилось забавное вытрицание мусора из головы. Хорошо, Инна. Замечательно. Интересная ассоциация, интересный такой поток. Хорошо. Так. Ну, хорошо. Тогда давайте попробуем. Так, Маргарита, что ты написала? Ну, не могу прочитать. Ага. Тогда, если говорить о спонтанном танце, да, это танец души, что это? Да, вот что в этом моменте, в этом музыкальном ряду, что человек проживает, прочувствует, для чего он нужен, в чем его польза? Да, что это проживание себя внутреннего через внешнее. Наше тело, оно очень запоминает и помнит все, что с нами происходило и отражает это именно на физике. Любая психосоматика, любое заболевание – это наша реакция, да, на какие-то события нашей жизни. Это вот как мы отреагировали эмоции, так наше тело это запомнило и как бы выдало через болезнь, если мы не можем с этим справиться эмоционально. И вот наше тело помнит все, оно помнит, что с нами было в детстве, оно помнит все подколы, все, не знаю, какие-то принципы, все, что дано вам в родительской семье, прошлое жизни. Оно помнит какие-то, когда у вас есть, например, комплексы, не знаю, какие-то есть такие тупики, внутренние затыки, оно помнит радостные события, минуты счастья, когда вам было хорошо и беззаботно, как в детстве. И может это восстановить и как бы дать вам возможность это чувствовать снова и снова, когда это вам нужно. Это непрерывный поток творчества. Вы здесь, знаете, не как танцевальные группы, когда заучены что-то танцуем, да, а это то, что вы делаете сами. Вы можете двигаться в музыку, вы можете двигаться не в музыку, вы можете сидеть, вы можете лежать, вы можете двигаться только головой или руками. Здесь по велению души. Здесь не важно, что дает вам музыка, какой ритм, такт, сколько отбивать надо, хлопать хлопками, знаете, как в бальных танцах. Я, например, танцевала когда-то в шоу-балете. Это не о том. Здесь вы идете так, как вам нравится. Вы проживаете музыкальный ряд по собственному, вот у вас собственная музыка, по собственному велению души. Когда я первый раз пришла на спонтанные танцы, я думаю, ой, это я, это я, которая протанцевала столько лет и была там хореографом и все, да я сейчас вам так танцую. Знаете, когда первая мелодия зазвучала, у моего первого танца, я встала в ступор, я постояла практически весь музыкальный ряд, все эти 40 минут, практически. Я думаю, боже, на меня смотрят, при том, что мы все танцевали с закрытыми глазами и открытые глаза были только у двух ведущих, потому что они энергетически держат зал, да, и держат всех людей, которые танцуют, да, и, в общем, отвечают за энергетическую безопасность, в принципе, физическую безопасность. А все остальные были закрытыми глазами, боже, на меня смотрят, как я выгляжу, что я делаю, да я же двигаюсь, нет, то есть мыслей был поток, я не могла сдвинуться с места. И вот эти мои комплексы, они, вот то, что первое на поверхности было, то, что, в общем, и было тогда со мной, закрытость, вот эта стеснительность, вот это вот чужое мнение важно, вот это тогда первое и вылезло, да. Ну, вот я говорю, что у меня это взяло танца 4-5, я действительно, когда себя освободила, когда открыла, когда я смогла двигаться так, как я хотела и занимала все пространство, и ни с кем ни разу не столкнулась, хоть я танцевала там все мелодии, в общем, делала все, что хотела, и прыгала, бегала, и плакала, и кричала, я ни разу ни с кем, ни об кого не столкнулась, никому на ногу не наступила, никто меня, в общем, не тронул. Но я прожила такую большую жизнь в танце, я проживала очень многие свои желания, и вот в январе 2010-го я вот 7 дней подряд, когда училась, танцевала, и через несколько месяцев я забеременела, потому что я ехала с таким как бы запросом внутренним, открытием внутренней женщины, я уже тогда была замужем, и как бы, в общем, к ребенку уже мы готовились в том смысле, что как-то так, и морально, и там, физически, и вот у меня был запрос на ребенка, я его там увидела, я его там почувствовала, что вот он скоро-скоро появится, и действительно, вот появился, и вот сейчас двухлетний бегает. Клубная музыка влияет, очень влияет, я, например, практически, я перестала ходить на дискотеке практически, то есть меня там не видно, потому что клубная музыка работает на определенные, на определенные, ну, скажем так, чакры, на определенные, на низшие уровни нашего даже физического тела. Оно не идет выше, оно ничего телу не дает, никакой проработки, никакого запроса, даже с точки зрения, если подумать о какой-то активности, прилива энергии, даже этого не дает клубная музыка. При том, что я иногда ставлю музыкальные ряды, скажем, песни попсовые, песни, ну, известных сейчас нынешних современных композиторов, авторов, да, но вот эта музыка очень низкого уровня, которая, ну, в общем, не работает, так как работает музыка, подобранная под все уровни, да, потому что должны все уровни быть включены и дойти до духовного и до предназначения, это каждый ряд просто. В зависимости от запроса, в зависимости от тематики, да, танца, на что-то делается особенный упор, да, на какой-то определенный уровень, там больше идет про танцов. Мысли отдыхают, только истории души через язык тела. Здесь мы лечим, вот в чем мне нравится спонтанный танец, это глубокое исцеление психики, очень глубокое, вот то, что вас тревожило, то, что вы, есть какие-то комплексы, есть какие-то, ну, истории, раны, да, то, что прорабатывается через расстановки, через походы к психоаналитикам или еще куда-то, это можно проработать через танец, да, главное задать здесь запрос, главное это выявить, потому что не один раз я видела, когда реально у людей истерика, очень сильные эмоции, они закрываются или черные-черные картинки, или еще что-то, точно так же, как арт-терапия, да, через краску, через, в общем, краски, вот, выход, эмоциональные эмоции, эмоциональное состояние, негативные эмоции и какие пережитые, вот, очень сложные события и ситуации, они, в общем, вот через такие практики очень хорошо выходят, и не нужно каких-то так сильных рыданий, не нужно проговариваний, переживаний этого снова, да, это выходит через физику, скажем так. И что я всегда говорю, что когда звук и тело объединяются в определенном уровне, то есть нельзя просто так составить какой-то ряд музыкальный, взял все, что подряд, и вот, типа, протанцевал, и все нормально, ну, это знают определенные, да, как это составляют ведущие, когда звук и тело объединяются определенным образом, да, происходит мощнейшие инсайты, откровения, приходит вдохновение, человек вообще начинает жить по-другому, вот у меня даже есть уже на сайте, в разделе «Коуч танец» отзыв девушки, которая протанцовывала, ну, вот, буквально до промо-вебинара, и потом на один промо она тоже пошла, она индивидуально просила под свой запрос, и она уже написала, какие у нее изменения произошли в течение двух недель, колоссальные. Она говорит, я себя просто не узнаю, и тут как бы не одна-одна, не она-одна, но, как бы, вот несколько отзывов там есть, есть отзывы, которые даже, ну, настолько интимные, личные, да, что люди даже, ну, не решаются, ну, к семье, я не готов это сейчас выкладывать так, даже вот так просто на сайт, как отзыв, это настолько личностное, настолько внутреннее, интимное, что я даже, ну, не могу, говорю, полностью выразить, что со мной происходит. Начинают видеть цвета, начинают людей видеть, как бы, изнутри. И с чего всегда начинается, о чем я всегда говорю, вот, особенно первый раз, кто приходит, первый раз, кто пробует танцевать, я всегда говорю, что попробуйте получить просто удовольствие, просто радость, не гонитесь за запросом, не гонитесь за реализацией, это приходит не сразу, да, это наступает не сразу, вот попробуйте просто получить радость, наслаждение, удовольствие хотя бы одной, двух, трех мелодий, не весь ряд, да, там все равно весь ряд очень сложно выдержать с первого раза, но вот получить удовольствие, это танец души, это самый короткий путь к радости жизни, получение удовольствия, да, получение удовольствия от своего движения, от своего тела, от своих ощущений, да, вот это, это да, это первые разы особенно ярко происходит, и трансформация после танца, первые семьи идет вообще очень мощная, очень мощная, я говорю, что вот у меня уже есть примеры, очень мощная трансформация, люди даже не понимают иногда откуда, но я всегда говорю, что нужно осознанно проживать первые семьи, и следующие три месяца идет, вот, если человек реально протанцевал, особенно если был у него индивидуальный танец на свой запрос, то там очень мощно идет прям путь к реализации какого-то своего желания, своего запроса, человек по-другому внутренне начинает себя ощущать и по-другому относиться к тем людям, которые, ну, извините, да, там, женщины с мужчинами отношения по-другому устроят, мужчины в бизнесе как-то по-другому или вообще по отношению к себе или к каким-то своим желаниям, да, что они переключаются, на здоровье очень, на энергию очень хорошо, на активность, на какую-то гармонию внутреннюю работает танц, это очень, ну, просто, вот, ну, действительно. Ну, про свой опыт я рассказала, я могу сказать, что иногда ставя запрос определенным образом на определенную тему, я просто сама это проходила, запрос не отыгрывается, он отыгрывается, например, или в другой, ну, то есть, вот я помню, что я ставила запрос на отношение мужчины и женщины с себя и по отношению к мужчинам и протанцовку, а у меня этот запрос отыгрался не в тот день, когда я реально этот запрос ставила, а на другой день, когда мы вообще протанцовывали профессиональную реализацию. Я вообще потом пришла, тогда я была просто коуч, ну, скажем, только начинала консультирование по предназначению, и тогда я, в общем, потом через некоторое время, почему у меня произошел такой вот прорыв именно отношений мужчины и женщины в день профессиональной реализации, в запросе профессиональном, что я могу сейчас сказать, что, ну, например, 70% моих клиентов работают именно над выстраиванием отношений с самим собой и с противоположным полом. Ну, 70, наверное, 80% моих клиентов, да. Вот я через профессию работаю над выстраиванием отношений, ну, и в своей жизни тоже, естественно, как-как. Что в результате получается? Желание осуществляется или что? Вы знаете, ну, вот, судя по клиентам, те, кто групповые в реальной жизни делали, очень часто у человека немножко трансформируется само желание. Он уже не так хочет того, что он первоначально просил, да. Начиная трансформация с другой стороны, он начинает понимать, что, может быть, есть что-то более важное и нужно, чем вот то, что он просто просил. Иногда цели укрупняются, то есть они не просто там чего-то маленького поехать куда-то, да, а вот эта поездка, что она больше даст для меня, для моей жизни, для моих окружающих. Бывает так, что человек начинает, ну, ставя какой-то там определенный запрос вообще касаемо там работы или еще что-то, он начинает по-другому относиться к себе, да, и, например, делать выбор в пользу того, что мне и, в принципе, не нужна эта работа, я хочу себя в другом реализовывать. То есть желание тоже трансформируется. То есть если это ваше истинное желание, вы знаете, вы проверили его на истинность, да, но это другой курс, то как бы желание остается, оно действительно реализуется. Если человек пришел с одним, но потом внутренне настолько поменялся, он говорит, что ему это не нужно, нужно совершенно другое. И он знает, чего ему нужно, он знает, как к этому прийти. Да, и то есть вот эта вот трансформация очень сильно идет за три месяца. Ну, вот примерно так, как Маргарита написала, очень так это, ну, скажем, так это обрублено, так очень так, да. Ставим запрос, работаем с запросом через коучинг, протанцовываем, да, потому что я ставлю определенный, делаю под запросом от определенного человека определенный музыкальный ряд. Да, он протанцовывает, снимает блоки, пишет свои ощущения, мы прорабатываем, где что, какая музыка, как на него повлияла, потому что мы разбираем весь музыкальный ряд, конкретно, что у него, какие эмоции, где еще, с чем можно работать, что откликнулось. Я всегда даю обратную связь, потому что там идет очень большой анализ того, как музыка и какие музыкальные именно композиции более всего отразились, и что это значит, да. Обязательно определяем уровень запроса и цвет, который нужно протанцевать. Сколько надо танцевать для осуществления желания? Ну, я всегда говорю о том, что, Марин, о том, что, ну, чаще, чем раз там в неделю танцевать точно не нужно. То есть, если разные запросы, ну, как у меня, например, цикл идет раз в неделю, да, вот как сейчас здесь проанонсирован, это можно, если разные запросы поставить. В принципе, по-хорошему запрос один и тот же можно протанцовывать один-два раза в течение трех месяцев, не больше, а дальше идти уже за запросы. Или работать в коучинге, да, или работать самостоятельно, вот, но больше, чем два раза за три месяца делать не нужно, потому что продвижения пойдут, вы просто дайте им войти в вашу жизнь, да, вы просто протанцуете действительно ваше желание, вы его увидите, провизуализируете. А я тоже потом говорю, как это делается. Это делается обычно в конце музыкального ряда, подбирается специальная музыка для визуализации своего желания, для его видения, реализации, для прочувствования эмоций. Три месяца, а с какой периодичностью я сказала, да? Какой смысл ставить разные мелодии? Потому что вы должны протанцевать все уровни, да, начиная от физического, материального, переходя на эмоциональный, межличностный, переходя и на профессиональную реализацию, потому что вы состоите из всех уровней, да, у вас есть все, там, все эти чакры, все эти уровни, вы во всех сферах жизни реализуете, вы же не можете из своей жизни оставить только межличностные отношения, а все остальное убрать. Оно все равно существует рядом с вами. Даже если вы реализуете какую-то цель, связанную с вашим здоровьем или с финансами, они все равно отражаются и на вашей личной жизни, и на вашем здоровье, и на вашей, не знаю, отношениями в семье, и на вашем личностном росте. Вы не можете убрать все остальное. Так же и в танце. Мы здесь протанцовываем всю жизнь, нас полностью. От кончиков ног до кончиков наших волос. Мы все состоим из разных уровней, но мы, да, делаем упор на что-то конкретное. Мы протанцовываем и всего себя, да, все уровни. Мы находим какие-то блоки или какие-то моменты внутри себя, которые могут быть не связаны с вашим запросом, да, или вы не протанцовываете, что вот я хочу протанцевать свою стеснительность, например, да, хочу стать более открытым. Но выходит, на самом деле, совершенно что-то другое с другой мелодией, при том, что я ставлю музыкальный ряд именно на протанцовку открытости, да, миру, скажем так. Вот поэтому мелодии должны быть обязательно разные, на разные уровни. Маргарит, пусть Марина задает те вопросы, которые она считает нужными. Так, Ирина, у кого учились, можно ли получить запись двух предыдущих вебинаров, если они отличаются? Они отличаются, но я всегда, на моем сайте есть первая промо, но я всегда говорю, что смысла протанцовывать тот ряд уже нет, да, потому что я его готовлю энергетически к определенной группе, к определенным запросам, которые я чувствую, что будут. Я настраиваюсь на определенную дату, я готовлю именно тогда запрос. И когда они протанцовывали там, да, я держала их, скажем так, да, каждый музыкальный ряд, который мы делаем, нужно танцевать здесь и сейчас. Они не будут работать, если их слушать сейчас. Чисто теоретически послушать, посмотреть, да, как это делается и какая мелодия была, можно. На моем сайте есть первая промо, если Ирина мне пришлет, я ей поставлю второй промо. Вот, а как бы, ну, как танцевать, ну, вам как ведущим, может быть, будет интересно просто посмотреть, как я это поставила тогда, да, на тех участников. Ну, опять-таки, нужно было присутствовать тогда, чувствуя энергетику, да, участников, чувствуя запросы, с которыми мы работали. А я училась в Петербурге, есть такой центр «Человек», Игорь и Оксана Лузины у них, для чего целый ряд я, по-моему, ответила. То есть запрос, если относительно одного, то танцевать надо про все. Да, танцуются все сферы жизни, потому что я говорю, что вот как у меня, я ставила запрос, и это очень многих, это 80%, танцуют одно, а вылезает что-то еще и другое, да, что без того другого очень сложно, без протанцовывания своих отношений, предположим, мне, очень трудно было прийти к самореализации, это для меня лично. У кого-то без поднятия энергетического уровня или протанцовывания блока отношений с родителями, предположим, с отцом, невозможность отношений с мужчинами. У кого-то было, ну, кто-то хочет родить ребенка в ближайший год, у меня несколько таких уже было, коуч танцев, там тоже вылезали определенные, не всегда проблемы, связанные со здоровьем, и далеко проблемы не связанные со здоровьем, а совершенно другие блоки и внутренние установки, комплексы, связанные с детством, с юностью, даже у кого-то с прошлой жизнью, они вдруг вылезали в танцы, да, и что там нужно было работать совершенно по-другому с человеком, вот, чтобы, чтобы, в общем, как бы реализовалось, ну, на самом деле, это нужно было не один танец для того, чтобы действительно до ребенка дойти, да, но люди потом уже в какой-то момент ставятся определенные, там, в конце, уже определенная такая музыкальная такая медитация на то, чтобы увидеть ребенка, да, это вот, вот люди к этому тоже приходят. Что цель таких танцев – нежелание, бра-бра-бра-бра, почему нежелание? Желание – реализация желаемого, реализация своего запроса. Те, кто, например, готов… Ну, вот вы пришли, как бы, не работая с этим в коучинге, скажем, со мной, да, есть… с кем я начала, с индивидуальными клиентами? Мы работали сначала в коучинге, я точно знала их энергетики, я знала их запросы, я знала уже какие-то блоки, мы что-то уже проработали, мы знаем, в какую сторону мы идем, уже предприняты определенные шаги, то есть человек уже проработал своим запросом и со мной, я уже лучше его знаю, и когда я уже для него готовлю индивидуальный ряд, да, то обязательно в этом коуч танец заключается, что это не просто спонтанный танец, просто подготовить, а я уже человека знаю, мы уже с этим запросом проработали, уже определенные шаги сделаны. Те, кто приходят и заказывают индивидуальный коуч танец, мы тоже, Мы сначала в коучинге и работаем с его запросом, чтобы я понимала, почему важно, что нужно прийти, какие уже есть продвижения, что нужно человеку, почему это важно и что дальше он будет делать, какие эмоции он будет чувствовать. Мы сначала это проговариваем, прорабатываем через коучинг, а только потом мы идем в танец. Понимаете? То есть в чем вот сила этой методики, что мы не только, например, берем ментальный уровень, когда мы думаем, что мы делаем и предпринимаем шаги, а мы берем все уровни эмоциональные, духовные и физические, все это проводим через тело, тот наш запрос, которым мы занимались. Иногда у кого-то ступор наступает, не видит мотивации, не знает, куда дальше идти, не знает вообще, в какую сторону двигаться. Вот шел-шел-шел к своей цели, не понимая дальше куда, и придумать ничего не могу. Он просто говорит, не знаю, не знаю, не знаю. Тогда я ему даю укол в танец, да, тогда он протанцовывает просто. Вот свой тупик протанцовывает, да, почему не может идти дальше. То есть это такая вот кладезь, когда, ну вот все, уже слова закончились, мыслей нет, да, вот давай мыслей нет, хорошо, попробуй через тело, оно что-нибудь тебе выдаст, или эмоции, или тело обязательно что-нибудь выдаст. Ага, ссылка для просмотра записи. Это, Ирина, это первый или второй, наверное, да? Второй. Ну вот как я подбираю музыку, Марин? Я не могу рассказать, потому что это нужно целый отдельный вебинар и отдельный курс тому, как подбирается музыка, как это делается. Я сама этому училась достаточно долго, да, я сама к этому. То есть это целый курс тому, как это делается, как это выбирается, с чего исходится, как себя готовить к тому, чтобы подбирать музыку, как прочувствовать тех людей и те запросы, с которыми придут, особенно когда ты группу, не знаешь, работая вживую или вот так вот онлайн, да? Так, то есть если ставить музыку тогда, то говорите про то, что вы мне даете запрос, Марин, а я уже под это подбираю музыкальный ряд. Но для начала я должна с вами поговорить, почему вы хотите потанцевать отношения с отцом, что у вас было, да, что вы, почему у вас там, например, ну не у вас, а у кого-то, да, отношения с отцом, что, что за, почему вас волнует эта тема, что вам не дает, да, где ступор стоит, почему она у вас является важной. То есть тут нужно немножко будет с этим поработать, тут даже, может, не коучинг, а больше психотерапии, когда такие моменты, вот, идущие с детства, вот, то тогда вы даете запрос. Или мы к этому приходим через коучинг, что где-то, ну иногда приходят с тем, что написать бизнес-план или бизнес никак не реализуется. А там вот у меня была девушка, и мы с ней дошли до того, что на самом деле проблема в лидерстве, в лидерских качествах, которых она не чувствует, потому что она чувствует себя по-другому, она не лидер, она не ведущая, да, и ей сложно брать на себя вот эти мужские больше качества. И вот мы с ней протанцовывали вообще возможность быть лидером, да, иметь эти лидерские качества и как-то все развивать. И в конце концов она пришла к мысли, что ей это не нужно, этот бизнес не нужен, она не хочет быть с этими мужскими качествами, у нее другая роль, другая цель появилась, другой запрос, понимаете. Так, очень все индивидуально, да, согласно с Александром. Вот условия участия, ну я думаю, что когда вы прочитали про сам вебинар, вы, наверное, эти условия участия, естественно, прочитали. Вообще за безопасность отвечаю всегда и на энергетическом уровне тоже я. Ну вот на цикле, дай бог, если он состоится, цикл, да, то там еще будет присутствовать биоэнергетик, который тоже будет, в общем, мне помогать в смысле того, что удержание, удержание на ее, как бы горизонтально, вертикально, энергетику, чтобы запросы все реализовались, чтобы все ушли во Вселенную и обязательно реализовались. Но я уже сказала, что я училась в Петербурге, в Центр Человек у Оксаны Игоря Лузиных. Значит, как происходит коуч-танец? Еще раз повторю, особенно когда он происходит индивидуально, да, то есть первая идет работа с запросом, потом подбирается, мы смотрим какой-то уровень и подбирается цвет, который человек должен протанцевать, провизуализировать, тоже видеть его, особенно в медитациях последних. Потом человек, значит, работает со своим пространством, с исключением мыслей только на ощущениях работы, то есть я, естественно, его подготавливаю к тому моменту, когда он будет танцевать. И в конце медитации, это визуализация результата, когда эта групповая работа при мне, тогда, естественно, я веду последние, да, я уже голосом что-то говорю на последней мелодии. Когда это самостоятельно, я просто говорю, как человек должен себя вести, что он должен видеть, что он должен визуализировать. И проживание и трансформация вот этого танца, вот этого запроса через тело идет на протяжении трех месяцев, да, выстрелить может в любой момент, как говорится, прорвать. Давайте тогда, вот у нас чуть-чуть еще времени есть, давайте тогда попробуем немножко поработать с вашим запросом. Вот если бы сейчас мы танцевали, какой ваш был бы запрос на танец? Напишите его, пожалуйста. Вот у меня уже ребенок. Так, ребенок у меня уже... Пытается привлечь... Он мне дал час? Полчас. Дал час на то, чтобы позаниматься. Вот час. Да, час, говорит, прошел, мама. Ну вот час, подожди чуть-чуть. Так, Марина, научиться строить отношения с мужчиной. Если я спрошу, для чего вам это нужно, Марина? Что конкретно вы хотите? Например, если мы будем говорить о трех месяцах, что в результате, когда вы научитесь строить отношения с мужчиной, для чего вам они нужны? Просто с мужчиной? Вообще, в принципе, с мужчиной или с конкретным мужчиной? Так, Инна, ну, запустить на конец новый проект. Это жжжжжж... Бизнес-проект? Или проект какой-то социальный? Или какой он проект? С каким-нибудь. Ага, жить с каким-нибудь. С каким-нибудь вообще не важно. Просто вот строить отношения с мужчиной. А... Чтобы были длительные счастливые отношения? Или просто, чтобы вы умели с мужчинами ладить, находить контакт. Так, гармонизация, эмоциональные перепады, как и вечно беременные. Чего хотите, Маргарита? Вы сейчас пишете, как бы, гармонизация, гармонизации хотите, да? Так, Инна, и бизнес, и социальный. Длительное отношение создать, хорошо. Если я спрошу, где вы сейчас находитесь по отношению к своей цели? Конкретно новый проект. Так, Матвей, вот он у меня уже сок тут выливает. Так, поменять вид деятельности Мария хочет, но страшно. Ага. Так, значит, надо работать, Мария, со страхом, да? Прежде всего. Что страшно, почему страшно? Ну, смотрите, оставляйте, хочу поменять вид деятельности. Вот, Инна на тройке, да, в минусовом пространстве от нуля картина. Не, а минусового нет. Вот ноль, это я еще даже не двигаюсь, да, вот только подумала. Эта мысль только пришла, я еще ничего для этого не делала, не делала никаких мыслей, никаких шагов. Это ноль. Десять, ну, девять давайте, десятки вряд ли. Девять, ну, например, это уже я практически вот один шаг остался, и все, я уже реализую. Вот что у вас? Так, у Инны троечка, у Марины один-два, у Маргариты троечка, у Марии двоечка. Ага, в начале пути, хорошо. Как вы думаете, что вам нужно сделать в ближайший месяц? Давайте возьмем месяц. Чтобы реализовать, ну, чтобы стать, во всяком случае, хотя бы еще на шаг ближе, да, вот Мария, Марина, чтобы она стала на тройке, Маргарита на четверке, Мария на тройке, Инна на четверке. Вот что вам нужно, вам лично нужно сделать или изменить в своей жизни, да, в ближайший месяц, для того, чтобы вы сказали через месяц, что да, Ирина, точно, на плюс один точно, вот есть, вот шаг сделала вперед. Что нужно сделать? Пойти на курсы, да, Марин, ну, Натаня, не знаю, это типичный вопрос для того, чтобы, в общем, с этим работать, да, то есть это или не ваша цель, когда не знаю, да, когда, в общем, ждете, что вот там, не знаю, мужчина там придет и что-то сделает, а я ничего не должна делать. Нет, а что вы, да, что вы можете сделать, ну, например, как подсказка, изменить что-то в себе, да, сходить на куч, танец, про отношения, вот, вот подумайте, что вы можете сделать для того, чтобы что-то изменить, идти на курсы, что у Маргариты, у Инны, что вы можете сделать, ну, пусть. Для того, чтобы встать на шаги, заключить договор на посадку деревьев, хорошо, хорошо, Арина написала, тысячу, ага, психотерапия или танец помощи, хорошо, давайте так, Марина так сказала. Так, тогда следующее. Какие эмоции и чувства вам хотелось бы испытывать, когда вы поймете, что вы достигли своей цели? Вот этот запрос реализовался. Какие эмоции, чувства и ощущения вам хотелось бы испытывать? Что вот внутри вас должно быть, чтобы вы понимали, что, да, я достигла своего, у меня и радует это. Счастье, радость, счастье, хорошо. Что у остальных? Радость, желание просыпаться, счастье, гармония с собой, спокойствие, хорошо, ощущение наполнено, замечательно. И давайте представим дату реализации, когда бы вам хотелось, чтобы ваш запрос реализовался. Вы не говорите, вчера, да? Вот желаемая дата реализации. 5 мая, ага, у Маргарии туда замерз. Август-сентябрь 2013-го. А сколько можно? Чего сколько можно? А сколько можно времени? Ну, вот желательно, чтобы, вот если вы потанцовываете запрос, например, на коуч танцы, то чтобы это, ну, желание, во всяком случае, ну, там, на 50-60% по-хорошему в ближайшие 3 месяца должно реализоваться. То есть то, что вы хотите сейчас, в ближайшее время, да, чтобы это было реализоваться. Или ставьте более, ну, промежуточную какую-то цель, и с большой целью для того, чтобы, ну, чтобы она реализовалась за 3 месяца, да? Вот, то есть не ставьте тогда очень большую цель, потому что коуч танец работает вот сейчас, да, вот на ближайшее время, потому что потом что-то забывается, что-то вот, да, то есть тело, тело привносится новые события, новые ситуации, ему важно отдать то, что есть сейчас. 20 июня, 15 мая. Хорошо. Запросы очень хорошие. У вас, если мы пройдемся по, вот, например, по цветам, то я бы сказала так, сейчас я вернусь. Значит, Марин, по поводу отношений с мужчинами, вам бы надо было бы протанцевать и провизуализировать танцы с зеленой и розовой цветом, очень важно, я бы сказала, ну, я бы сказала, как это делается, и не запустить новый проект, который связан с бизнесом и социальный, то я бы сказала, что нужно протанцевать желтый и, скорее всего, зеленый, ну, желтый с золотой, такой золотой и зеленый, потому что есть социальная. Маргарита, гармонизация, гармонизация тут, я думаю, что несколько надо было цветов выбрать, потому что я думаю, что тут есть связано что-то с энергетикой, с энергиями. Ну, я бы сказала, что нужно брать и красный, и фиолетовый. Так, что тут у нас еще? Мария, хочу поменять вид деятельности, но страшно, вид деятельности. Ну, Мария, тогда... Мария, Мария, вид деятельности поменять, но страшно. Для денег какой цвет, в зависимости от того, какой у вас запрос. Да, вот как звучит запрос, это очень важно, потому что просто деньги – это не запрос. Да, то есть через что, как и для чего, да. А, у нас тут две Маргариты. Так, а у второй Маргариты что было? У одной гармонизация, а у второй? Ага, у той, которая гармонизация сказала, а у другой? Мария, заработать самостоятельно и через что? Каким образом заработать? Просто пойти на работу, да, найти работу и заработать. Или как? Или заработать, там, не знаю, бизнес своим делом. Или заработать с помощью, там, не знаю, мужчины, или заработать в игры по лотерее. самостоятельно своей деятельности, деятельность, бизнес, да? Ну, тогда я бы вам сказала желтый и красный, да? Так, у второй Маргариты тогда какой? Если у первой была гармонизация, что у второй Маргариты было за цель, за запрос? Удовлетворение, радость. Это что, ощущать это хотите? Запрос на удовлетворение, на радость? Радость жизни чувствуешь? Или что? Или это ощущение просто эмоции, что вы будете считывать? Какой сам запрос был? Цель какая? Нет? Нет. Повысить организованность. Ага, хорошая цель. Хорошая цель. Повысить организованность. А для чего она вам нужна, эта ваша организованность? Что вы будете с ней делать? Мария, самостоятельно своей деятельностью? А, Мария, подождите, у нас есть и М, есть Мария, да? А, есть Марина, а есть Мария. Так, у Марины был, значит, желтый, да? Красный. Так, Мария. Мария, смотри, что запрос, напомните мне, сменить вид деятельности. Сменить вид деятельности именно... Именно рабочая? А, работа. Вы знаете, я бы для вас вообще начала протанцовывать как бы с самого начала, да? Вам бы я сказала, что протанцовывать с самой первой мелодии. Вот прям с самых низов. И тут даже цвет не важен. Вам нужно, я думаю, что все протанцевать. Тут даже цвет для вас не важен. Я думаю, что вот вам бы надо было начинать танцевать с первой мелодией. Система цветов, на чем она основана, на какой теории? Мария, можно я тогда... Марина, можно я тогда это оставлю, да? Потому что это тема, скажем так, уже обучения, скажем, ведущих спонтанному танку, скажем так. Да? Есть уровни, да? Есть система, и связана с ними цветовая гамма. Так, Маргарита, из проектов образовательных перейти в бизнес, это работа разных полушарий, это разное. Ага, от работы тошнится, меня страшно. Мария, я думаю, что там надо же со страхами работать, их убирать. И поэтому там нужно протанцовывать и все цвета, и все уровни, да? То есть там очень такая мощная. Гамма танца. Так, Маргарита, из проектов образовательных перейти в бизнес. А бизнес никак не связан с образованием. То есть вообще уйти в другую сферу, Маргарита, да? Немного связано. Тогда бы я там танцевала и желтый, и голубой, наверное. Хотя, может быть, там нужно было бы начинать вообще с предназначения. То есть нужно было бы поработать конкретно с запросом, и потом бы посмотреть, да? Мне важен вот запрос. Вот это цикл и танцев, особенно там, где самореализация, и там, где предназначение, там вот мы будем работать как раз. Вот те, у кого проекты, бизнес, те, кто не решается перейти, те, кто хочет что-то нового, там страшно, вот там бы хорошо протанцевать. Потому что там будет работать именно на это, на самореализацию, на работу, на то, почему это для меня важно, что я действительно хочу сделать, да? Вот, поэтому там нужно будет посмотреть цвета, но я думаю, что голубой был бы точно там. Хорошо, тогда, вот видите, с цветом определились, с уровнями примерно тоже. Вот по поводу танца, да, сегодня мы немножечко просто прикоснулись к музыке, да, с точки зрения спонтанного танца, прочувствовали, поощущали, да, что идет у нас, идет и ощущение, и визуализация, идет движение, и на физике отражается. Позанимались запросами, да, на уровне коучинга, как это, что это, как это делается, для чего мне это важно, да, где я сейчас, что мне еще нужно сделать. Часть времени один. Вот я, вот, приходите на, да, у нас уже просто время заканчивается, промо-вебинар это час вообще времени. Вот, два цвета танцевать, и как вообще протанцовываются цвета, я вот буду объяснять на цикле танцев. Вот, поэтому вот завтра будет, если будет группа на первый промо, на первый танец, да, то вот завтра в 20.00 по Москве будем протанцовывать запрос на желание, те, кто хочет, может, ну, конкретно здоровье, энергию, активность, красоту и стройность, те, кто хочет просто свое желание, может, просто свое желание, которые, может быть, сегодня запросом работали. И завтрашний танец будет стоить всего 8,5 долларов, то есть 250 российских рублей, вот, и следующие танцы будут проходить раз в неделю, вот там мы как раз разберем и цвета, как их визуализировать, как их протанцовывать, там мы разберем уровни, там мы конкретно поработаем с каждым запросом, и там я буду давать обратную связь после того, как будет весь музыкальный ряд, как вы протанцуете там 35-40 минут, да, после этого будете давать обратную связь, и я вам буду говорить, с чем еще работать, где есть затыки, где еще можно что, какие уровни еще, скажем так, страдают, или наоборот, очень хорошо оттанцевались, да, то есть там будет идти обратная связь. Вот, поэтому приходите завтра, вся программа вебинаров вот Ирина дала, цикл танцев один раз в неделю, значит, 10 апреля карьера финансов, 17 апреля любовь, семья, там, ребенок, отношения с ребенком были, чтобы ребенок вообще был, 24 апреля предназначение и выбор пути. По ценам вот сейчас я открою, значит, завтрашний танец стоит 250 рублей, а все остальные, если только один берете, то 500 рублей, 4 танца, 1500, То есть я для каждого, кто возьмет 4 танца, потом по запросу сделаю, по вашему индивидуальному запросу сделаю отдельный индивидуальный музыкальный ряд, и отдельно с вами позанимаюсь, это как подарок, да, то, что вы 4 танца протанцевали, и в течение 3 месяцев вы сможете воспользоваться индивидуальным коуч-танцем. И я и друг, там, я подруга, 2500 рублей на двоих за 4 танца. Вот есть мои координаты, мои контакты, имейн, скайп, мой сайт, на котором можно коуч-танцы почитать, и отзывы, да, поэтому, пожалуйста, заходите, читайте, смотрите. Форма оплаты есть в программе, вот Ирина поставила саму программу, можно еще раз о ней прочитать, что будет, как это работает, и спасибо вам большое за сегодняшнюю работу, за вашу активность, за вашу открытость, за то, что вы участвовали, за то, что задавали вопросы. Сегодня вроде мало, наверное, в отличие от прошлых промо-вебинаров, но вопросов гораздо больше, я очень рада такому интересу к коуч-танцу. Я надеюсь, с вами встретиться еще не один раз, и приходите на коуч-танцы, точно реализуйте свои желания, будем на это обязательно работать и в этом направлении двигаться. Спасибо вам всем большое, всего доброго и до свидания.